Я надену этот синтетический костюм. Также в ход идут хлопчатобумажные носки, резиновые сапоги и шерстяные перчатки. На пол я положу вот эти шерстяные коврики. Поехали! Если бы я дотронулся сейчас до другого человека, то мы получили бы сильный удар током. Но я хочу измерить накопленный заряд. Достаточно просто дотронуться до вольтметра, чтобы убедиться в том, что Роман накопил огромный заряд. 7 тысяч вольт. Больше костюм просто не выдерживает. Электричество просто стекает с меня. Но сможет ли такое напряжение поджечь свитер, пропитанный легкогорющей жидкостью? Ведь Елена Сидоркевич любила выпить. И вполне могла пролить на себя что-нибудь легко воспламеняющееся. Посмотрим, сможет ли накопленный заряд поджечь свитер. О! Работает! 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 Только не повторяйте это дома. Мы доказали, что электрический заряд можно получить, потеряв одежду или предметы быта. При определенных условиях этого может быть достаточно для того, чтобы возникло пламя. Более того, мы нашли людей, которые говорят, что сами могут генерировать энергию и поджигать предметы. Уникальные кадры. Роман из Алматы показывает технику пирокинеза. После неких манипуляций пластмассовый стаканчик в его руке нагревается и плавится. Во время демонстрации своих способностей пирокинетик утверждает, это не дар, а результат тренировки. Что касается самой тренировки, она сидячая. Вы нигде не сидели, не штанги поднимаете. Вы сидите. В первой ступени всегда лицом на восток. А это Киевская школа практического даосизма. Где, по словам ее руководителей, пирокинезу может обучиться каждый. Объемное восприятие своего тела, ощущение его целостности и единства. Виталий Лещин рассказывает, его ученики хотят постичь тайны древней даосской традиции и научиться управлять собственной внутренней энергией. Чтобы вызвать такое явление, как пирокинез, то есть зажигание предмета, для этого необходима именно энергия, которая называется ян. Ощущаем связь с землей, стараемся почувствовать землю. Также стараемся ощутить связь с небом, с природой. Последователи этого учения утверждают, чтобы достичь уровня бессмертного, а именно так в даосской практике най-гун называются люди, владеющие пирокинезом, нужно тренироваться каждый день по 5-6 часов. Человек вначале учится накапливать эту янскую энергию, концентрировать ее внутри своего тела. Затем он учится ею управлять, то есть направлять его из энергетического центра в ладонь. И затем человек учится испускать эту энергию вовне. Впрочем, предъявить какие-либо наглядные доказательства своих способностей Виталий не смог. Существуют ли пирокинетики на самом деле? Канадским кинематографистам, братьям Блэр, удалось разыскать лишь одного такого человека на острове Ява. В 1988 году они показали широкой публике свой фильм «Кольцо огня» о жителе Индонезии Джонни Чани. Трудно поверить, мастер Чан поджигает газету без спички и без зажигалки. Ольга Кайокина, нейрофизиолог Берлинского института исследования мозга и сознания, утверждает, Джон Чан действительно мог поджечь газету с помощью уникальных возможностей собственного мозга. Мы разыскали человека, который снимал Джона Чана 23 года назад в Индонезии. Лоуренс Блэр, знаменитый кинематографист, согласился ответить на несколько вопросов. Вы сейчас общаетесь с Джоном Чаном? К сожалению, у меня нет никаких хороших новостей о Джоне Чане. Он, как говорится, залег на дно. Я никогда больше не снимал о нем фильмов с тех пор. Как быстро вы поверили в его способности? В Индонезии много удивительного. В это сложно поверить, если вы никогда не были здесь. Роман Лутошкин берется провести точно такой же сеанс с гирокинезом. Я не верю, что Джон Чан поджигает газету силой мыслей. Я тоже так могу. О, заработало. Мне кажется, что в газете у Джона Чана что-то было. Мне понадобился пульт дистанционного управления, блок охранной радиосистемы и обычная батарейка. Воспламенитель под действием тока нагревается до температуры 500 градусов Цельсия. Нужно положить его в газету, подключить питание, немного полить газету смесью для розжига и вооружиться пультом управления. И теперь берегись, Джон Чан. Главное сделать умное лицо и нажать на кнопочку. Получилось! Сработало! Так оно все и происходит обычно. Ага, тепло. Я, по крайней мере, знаю 25 способов самовоспламенения. Мы показали самый простой. Существует легенда, что мастера, достигшие совершенства перед смертью, упаковывают свою внутреннюю силу в некий энергетический шар небольшого объема. Он сжигает человека изнутри и начинает жить собственной жизнью. Это очень похоже на шаровую молнию. Уникальный случай. По теории, вероятности почти невозможный. Это кадры из теленовостей. Шестерых подростков из Кемерово привезли в ожоговое отделение местной больницы. В их походную палатку залетела шаровая молния. У кого-то штаны горели, у кого-то шорты. Подростки рассказывают, светящийся огненный шар появился в палатке на рассвете, когда они еще спали. Палатка загорелась. Все, кто был внутри, получили сильные ожоги. Помню, что утром проснулся, уже светло было и ждет меня всего-то. Шаровая молния – явление малоизученное. Известно лишь, возникает она обычно во время грозы и похожа на светящийся шар размером не больше футбольного мяча. Она, вообще-то, полтора века назад была неизвестна и не принималась еще физиками серьезными. Шаровая молния – явление удивительное и довольно редкое. Доводится ее видеть не каждому человеку. Известному хоккейному тренеру Федору Конорейкину в этом смысле судьба преподнесла сразу два подарка. Он не только видел шаровую молнию, но и остался после этого цел и невредим. Это все происходило в 75-м году. 75-й год, 10 января, 36 лет назад. Почему эта дата, она, в общем-то, запомнилась? Во-первых, мы выиграли чемпионат мира, да, среди молодежных команд. Второе – то, что на следующий день расписывался. В тот день из Монреаля в Москву вылетел в борт с хоккеистами ЦСКА, крылья Советов и молодежной сборной СССР. Но на подлете в столице самолет с хоккеистами попал в грозовой фронт. В иллюминатор посыпались такие... Москва не дала посадки. До Ленинграда еще час лета в полной темноте. Только потом Федор понял – чудом остался жив. Она разорвалась, в общем-то, вот этот вот заряд на подходе к самолету. И поэтому был такой эффект. Если бы она, в общем-то, соприкоснулась с самолетом, наверное, мы бы уже с вами, может быть, даже и не разговаривали. Гораздо меньше, чем в Канарейке, но повезло жителям Ростовской области. Семье Харченко. Шаровая молния проникла к ним в дом и устроила страшный пожар. Совсем недавно, в сентябре 2010 года, в поселке Мокрый Батай над домами пролетел огненный шар размером с футбольный мяч и нырнул в трубу дома Харченко. Когда через 40 минут приехали пожарные машины, от строения остались лишь перекрытия и внутренние комнаты. Все это происходило на глазах 12-летнего Саши. Смотрю, вот, вот тут висел провод, он загорелся. Я схватила одеяло, начала его тушить. Ну, потушил. Потом, вот в этой вот комнате, я прибежал, и сразу вот, я как убежал, вспыхнула кровать. Я тоже потушил ее одеялом. Кроме Семьи Харченко от шаровой молнии в тот день пострадал почти весь поселок. Все электрические приборы, которые были подключены к сети, вышли из строя. Но неужели такая же шаровая молния стала причиной трагической гибели Елены Сидоркевич из Минска? И есть описание, как шаровые молнии оказывали воздействие на альпинистов, вырывали у них куски тела, убивали детей, когда ударяли им в грудь, прожигая насквозь тело. Роман берется провести опасный эксперимент. Искусственно создать шаровую молнию в полевых условиях и проверить, способна ли она стать источником возгорания. Не делайте этого дома, поскольку это очень опасно. Отрываем кусочек фольги. Металлическая фольга в СВЧ излучении в теории должна дать необходимый эффект. Полученные явления